Мост на аллее смелых закрыт. Как теперь будут ездить жители бывшего болт района? Кто поставил все службы города на уши и почему южный вокзал оцепили? Совершили поступок по колено в грязи, как калининградцы проходили гонку героев. Певица ЗАС и группа Мгзаврэби приедут в Калининград, кто еще выступит на юбилейном фестивале Калининград Сити Джаз. Чем черный джаз отличается от белого блюза и зачем калининградец Сергей Пахомов заменил саксофон гитарой? О том, что интересного произошло в городе в понедельник, 27 апреля, расскажем в ближайшие минуты. Здравствуйте, в эфире Первого городского служба новостей город. В студии Вероника Сухачева и главной теме. Сезон пробок открыт. Калининградским водителям придется все лето ездить объездными путями, а горожанам дольше добираться до работы. 27 апреля мост на аллее смелых закрыли на ремонт. Дорожные работы здесь будут идти вплоть до 10 сентября. Но чиновники обещают выполнить ремонт раньше. С 27 апреля движение временно прекращено от улицы Назаровой до Полтавской. Также односторонними на время станут улицы Черниговская и Зоя Космодемьянской. Схема объезда уже доступна для всех водителей. Как признался директор дорожно-строительного управления Владимир Свинцов. Такие меры вынуждены, поэтому калининградцам ничего не остается, как терпеть временные неудобства. Да, конечно, интенсивность движения увеличивается на этих объездных путях. Это неудобно. Мы это понимаем и приносим свои извинения за неудобства нашим горожанам. Но отлагательств никаких не может быть, чтобы не привести этот путепровод в порядок. Состояние этого путепровода уже давно признали неудовлетворительным. А работы по его реконструкции планировали начать еще в 2012 году. Но позже глава города Александр Ярошук заявил, что мост снесут. И даже наметил срок к 2015 году. Но в июне 2014 анализ состояния путепровода провели специалисты из Воронежа. И пришли к выводу, что объект прослужит еще 30 лет. Новые подробности смертельной аварии на улице Горной. Стало известно, почему сбившая мотоциклиста Елена Рожнова на своем BMW X5 покинула место аварии. Журналисты телеканала НТВ провели свое собственное расследование. Напомним, 12 апреля на Московском проспекте автомобиль BMW X5 тронулся на зеленый вместе с мотоциклом Сузуки. Иномарка подрезала байк, отчего тот выехал на встречную полосу, где и врезался в Жигули. Пенсионер в отечественной машине травмировал шею, а мотоциклист Роман Заикин скончался на месте. Калининградка Елена Рожнова призналась, что сидела за рулем BMW. Почему скрылась, Рожнова объяснила просто. Думала, что это и не байкер вовсе, а киллер. Спасая свою жизнь, предпринимательница теперь проходит подозреваемый по факту убийства. Полиция продолжает расследование дела. Так, загадкой остается, кто же сидел за рулем в тот вечер. Девушка погибшего убеждена, что Рожнова покрывает своего любовника, принимая вину на себя. Об остальных криминальных новостях города и области за минувшие выходные расскажем далее в рубрике «Место происшествия». 25 апреля на пересечении Советского и Озерова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. 66-летний мотоциклист с тяжелыми травмами был срочно госпитализирован. Сейчас ГИБДД выясняет обстоятельства аварии. 26 апреля на Литовском валу 34-летний калининградец попал под колеса автобуса. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП мужчина госпитализирован. За прошедшие выходные в области в различных авариях пострадали 8 человек. Трое пешеходов, два мотоциклиста и велосипедист. Госавтоинспекция продолжает борьбу за трезвость на дорогах и проверяет автомобилистов на предмет алкогольного опьянения. Акция под условным названием «Трезвый водитель» уже стала регулярной, а за выходные было задержано 68 правонарушителей. Всего за квартал 15 ДТП с участием, вернее, по вине нетрезвых. Три человека погибли и 16 получили ранения. За первый квартал нашими сотрудниками задержано 1664 нетрезвых водителей. Также сотрудники ведомства просят калининградцев оказывать содействие в борьбе с нетрезвыми водителями и сообщать о фактах нарушения в дежурную часть по телефону, который вы видите на своих экранах. Этот молчаливый мужчина несколько часов назад был куда более разговорчив. Своими речами он поставил на уши несколько спецслужб Калининграда. Вечером 26 апреля он позвонил с мобильного телефона в отдел полиции и сообщил, что здание Южного вокзала заминировано. Вокзал оцепили и эвакуировали 30 человек. В ходе проверки взрывного устройства не обнаружили. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовным кодексом предусмотрено строгое наказание, в том числе лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, суд может обязать виновного возместить материальный ущерб, связанный с реагированием на такое сообщение. Личность злоумышленника установили практически сразу. Его задержали по горячим следам. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кирилл Попов, Служба новостей, Город. Плечом к плечу, по колено в грязи. В минувшие выходные под Балтийском прошел легендарный спортивно-военный марафон «Гонка героев». За два дня соревнований полосу препятствий преодолели почти 2000 человек. Еще столько же пришло поддержать героев. В числе самых отчаянных участников была и команда Первого городского канала. За приключениями героев прямо на полосе препятствий следила Ольга Захарова. Яркий, свежий твой, Первый городской! Первый городской синий десант «Бабры». Так же, как и для остальных 70 команд, приключения телевизионщиков начались с зарядки от чемпиона Европы по рукопашному бою Алексея Волкова. Ножками потопали, ручками похлопали и подрев винтов отправились на берег моря встречать отважный десант корабля Евгений Кочешков, который настроил героев на боевой лад. Последние приготовления и гонка началась. Одна за другой команда отправлялись на штурм рвов с водой, веревочных лестниц, пролезали под колючей проволокой, спускались в подземные тоннели, штурмовали скалодром, а в завершении с высоты прыгали в воду и преодолевали водную преграду. Первая мысль при взгляде на грязевые бассейны и пятиметровые горки – просто не свернуть с пути. Но гонка есть гонка. На каждом рубеже героев ждала засада, дымовые шашки и стрельба. Но главные враги участников – растяжение и ушибы посыпались уже на первых препятствиях. Еще бы, ведь на этой полосе проходит подготовку армейские спецподразделения. Сила, выносливость и смелость. Но ключ к победе – работа в команде. Ведь со многими препятствиями в одиночку попросту не справиться. Полтора часа на прохождении и на финише – восторг и даже немного зависти болельщиков. На последних рубежах – это пески. Это было более-менее, ну, не более-менее, а было самое сложное. Очень много воды было. Мы везде ползли под проволокой в воде и некоторые даже плотали ее. Но мы справились. Девчонки нигде не отставали. Молодцы. Ребятам спасибо огромное. Если бы не они, мы бы вряд ли вообще до финала дошли. Ну, в общем, мы команда. Первый городской. В Калининградской области гонка героев прошла впервые. Но уже 22 августа тысячи калининградцев смогут еще раз бросить вызов грязи, плотинам, дымовым завесам. Но главное – самим себе. И еще раз доказать, что они – команда победителей, готовых отправиться на финал гонки героев в Москву. Остаться в живых, отчаянных всех. Ольга Захарова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Она собирает полные залы по всей стране. Ее стихи наизусть знает каждая пятая девушка. Она – молодая поэтесса Ирина Астахова, которая пишет проникновенные стихи про любовь и надежду под псевдонимом Ах Астахова. В Калининград Ирина приехала благодаря бюро креативных событий «Крапива». В зале был аншлаг. И даже после концерта поклонники не отпускали Астахову. Фотографировались, просили автографы, делились стихами собственного сочинения. Но нашей съемочной группе все-таки удалось пообщаться с поэтессой. Эксклюзивное интервью смотрите далее. Своё творчество девушка делит на две половины – мужская и женская. Выступление в Калининграде началось с первой. Волосы убраны на левую сторону, белая рубашка, пиджак и вся лирика в мужском роде. Такой подход к творчеству у Астаховой, как говорит она сама, от того, что во многих ситуациях мужское начало оказывается сильнее. Поэтому, возможно, и стихи у поэтессы всегда на грани. На грани грусти и печали. Когда я наслаждаюсь каким-то моментом, когда мне хорошо, мне не хочется об этом писать, мне хочется это чувствовать, радоваться этому. Поэтому, когда мне грустно или тяжело, или когда я пытаюсь что-то понять внутри себя, я выражаю это посредством поэзии. Это помогает мне лучше понять себя и вытащить из себя эту эмоцию. Ирина Астахова начала писать стихи еще в детстве. Первым произведением похвасталась уже в 9 лет. По образованию уже девушка модельер-дизайнер, но по профессии никогда не работала. Карманные деньги зарабатывала, продавая цветы с маминого сада. Но прославилась девушка не умелым маркетингом, а стихами. Первый появился в сети в 2011 году и назывался «Тебя там хоть любят?» Тебя хоть там любят? Скажи мне, не мучай. Тебя хоть там любят? Запомни. Послушай. Вдохновляет Ах Астахову путешествие и постоянное чувство влюбленности. Кстати, в Калининграде девушка уже второй раз и успела посвятить нашему городу стих, а точнее Балтийскому морю. Мне полюбилось, чем сердце старше и чем бессмысленней зов страстей Смотреть, как быстро пустеют пляжи и забирают дома людей. Как рыбаки собирают сети, как осыпается виноград, Как море гладкое на рассвете такой же гладью спешит в закат. И твой звонок не нашел ответа, но дни тепло я в душе храню. Когда на море вернется лето, я обязательно позвоню. Ну а если не пишется, говорит Ирина, не помогает даже море. Безусловно, я, как и все, обычный человек, я иногда устаю от каких-то эмоций. Иногда у меня в жизни ничего не происходит, и, соответственно, нет вдохновения. Но тут уже вопрос внутреннего, наверное, состояния. Я стараюсь с этим бороться. Я стараюсь, если внутри меня ничего не происходит, значит, нужно время сменить маршрут. Если пусто в душе, значит, время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво без чернил. Если любят тебя, обязательно подожду. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. Стихи и литературные вечера на сегодняшний день – единственный заработок Астаховой. Ее гастроли расписаны на месяц вперед. Популярность такой современной поэзии девушка объясняет легко и уверяет – «Мы живем во втором серебряном веке». Люди соскучились по слову, по какой-то искренней эмоции. Это же все так циклично. Пройдет это время, будет опять актуальна какая-то, может быть, музыка, какое-то определенное направление, литератур. Жизнь цикличная, тяга к искусству также, наверное, протекает. Но я считаю здорово, что я родилась в то время, когда это актуально, и я могу писать не в стол. Сама же Ахастахова в своем творчестве равняется на великих поэтов – Евтушенко, Вознесенский, Вертинский и Бродский. Анастасия Орехова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Сразу после рекламы вы увидите – певица ЗАЗ и группа Мкзавреби приедут в Калининград, кто еще выступит на юбилейном фестивале «Калининград Сити Джаз». Чем черный джаз отличается от белого блюза? И зачем калининградец Сергей Пахомов заменил саксофон гитарой? Николай Цуканов провез через границу ночных волков. Чем еще запомнились выходные пользователям социальных сетей? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска.